Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Николаем Черкашиным, историком, писателем, капитаном первого ранга. Добрый день, Николай Андреевич. Добрый день. Вы удивительные истории рассказываете из нашей общей, богатой на события истории. Но вопрос, который меня очень интересует всегда, может ли писатель создавать произведение о тех событиях, которым он является современником? Или должно пройти какое-то время, и вот как вы сейчас исследуете события Великой Отечественной войны, так ваши последователи через 40-50 лет будут изучать то, что происходило в современной России, в современной армии, на флоте? Какие тайны им придется расследовать? Ну, безусловно, может современный писатель писать о том, что произошло вчера, позавчера, в прошлом году, три года назад. Для меня эта тема, я убедился в этом тогда, когда погибла подводная лодка Курск. Это было, конечно, огромнейшее горе для всех нас. И, наверное, у психологов есть такой термин – работа горя, когда горе заставляет человека работать. Вот работа горя для меня состояла в том, что я через полгода, через шесть месяцев написал книгу о гибели Курска. Она называлась «Унесенной бездной». Она вышла в том же злосчастном 2000 году. И вот сегодня, столько уже зная об этой катастрофе, об этой трагедии, об этом несчастье, прошло уже 22 года, недавно пересчитал ее, перелистал, и понял, что ничего не могу в ней изменить. Вот как она легла, вылилась, и первые предположения о причинах гибели Курска, они так и остались, пусть предположениями, но подтвержденными высочайшими военно-морскими авторитетами для меня, адмиралами. И горжусь этой книгой, она есть, она существует, называется «Унесенные бездной». Много было откликов, и отклики положительные. Но самая главная тайна, я считаю, грустная, печальная тайна послевоенного нашего военно-морского флота, это тайна гибели линкора «Новороссийск» в 1955 году в Севастополе, когда ночью по неизвестной причине раздался чудовищный взрыв. Погибли моряки, потом корабль пытались спасти, спасали всю ночь, под утро он опрокинулся, унеся в своем корпусе десятки живых людей, которые остались там стучать, кричать, звать на помощь, и которые погибли все равно от удушья. Это была страшная трагедия, не только в Севастопольской, потому что на корабле служили представители всех наших республик. Мученическая гибель. 610 человек за одну ночь сразу погибли. И она, конечно, была засекречена. Была засекречена на 33 года, как в сказке, 30 лет и еще 3 года. Вот ровно 33 года о ней запрещалось говорить, писать, расследовать и так далее. Но поскольку я наполовину севастополец и много времени проводил в этом городе, и знал, какая это трагедия, и к тому же выяснилось, что человек 200 из экипажа линкора Новороссийск живет в Севастополе, я почти всех их обошел, расспросил, записал. И возникла довольно достоверная история гибели линкора Новороссийск. Мне удалось в газете «Правда» опубликовать очерк под названием «Взрыв». Это отдельная история, как удалось это сделать. Но, тем не менее, в один прекрасный день выходит газета «Правда». Главная газета страны. И там очерк «Взрыв». И хотя многие моряки, многие люди знали об этой трагедии, шепотом передавая, рассказывая, знали так вот между собой, конечно, все были поражены тем, что вдруг этот взрыв стал явным, что наконец-то наши замечательные власти признали этот страшный факт. И огромная почта была. У меня до сих пор дома целый чемодан с письмами. Это были просто крики души людей, которые писали о том, что они испытали, знали, видели, пережили, делились своими чувствами, мыслями, предположениями. Естественно, я их собрал, выбрал самое интересное. И вышла вторая статья, такая большая, после взрыва. Ну, а дальше пошло. Как говорится, это стало одной из самых главных моих тем. Я снова вернулся в Севастополь. Мы сняли документальный фильм о гибели линкора Новороссийск. И потом вышла книга «Взрыв корабля». Потом еще раз, еще раз. И, в общем-то, я считаю, что мне удалось, если не раскрыть, то приоткрыть эту тайну гибели линкора Новороссийск. Работа эта продолжается до сих пор. Точка еще не поставлена. Но причина гибели прорисовывается довольно рельефно и понятно. Этот корабль стал продолжением Великой Отечественной войны, вот я считаю. Потому что его подорвали. Подорвали итальянские боевые пловцы. Подорвали его по заказу англичан. Сам корабль был итальянским линкором. Мы его получили по репарациям в 1948 году. Его перегнали из Италии в Советский Союз. Он назывался Джулио Чезаре, Юлий Цезарь. Нарекли его Новороссийском. И стали вводить его в строй. И ввели его в строй. Это был крупнейший корабль военно-морского флота всего Советского Союза. Калибр орудий главных башен составлял 320 миллиметров. Есть немало шуточных снимков, когда комендоры залезают в ствол и выглядывают оттуда, и помахивают рукой. Щуплый матрос мог и влезть в ствол этого орудия. Вот такие пушки на нем стояли. И эти орудия могли стрелять снарядами с ядерным боезапасом. Ядерными снарядами могли. Калибр позволял. И это вызывало, конечно, тревогу у наших заклятых друзей. Особенно англичан, которые готовились к захвату национализированного советского пролива. Канала. Канала. Суэцкий канал. Его национализировали египтяне. И англичане оказались не у дел. И они стали готовить тройственную... Она и состоялась. Тройственная агрессия. Англия, Франция и Израиль. А советское правительство по просьбе египетского должно было направить линкор Новороссийск в порт Саид. В Египет. И он там должен был просто стоять. Обозначая дружеский визит. Месяц, два, три и так далее. Вот само присутствие этого корабля с такими орудиями могло приостановить вот эту... Даже вообще отменить эту агрессию тройственную. Поэтому нужно было вывести его из строя. И они это сделали, учитывая огромный... Англичане, я имею в виду, проплатили. Они всегда таскали каштаны из огня чужими руками. У итальянцев был огромный опыт в проведении таких операций. В том числе и против британского флота в годы Второй мировой войны. Они это сделали. Они это сделали. И, к сожалению, жертв могло быть намного меньше, если бы знали, что под килем линкора Новороссийск не 8 метров глубины, как предполагалось. Ну, показывали приборы, вот до плотного грунта 8 метров. Для линкора этого достаточно. Поэтому считалось, что он, получив пробоину в борту, и вода его постепенно затапливала, он просто сядет на ровной киле и останется. Вода даже дойдет только до верхней палубы. Поэтому работали до конца, до последнего. В крайнем случае, если он ляжет на борт, то он будет лежать на борту, а второй борт будет все равно на поверхности. Оказалось, что это не так. Просчитались. Там был гигантский слой ила. Почти 12 метров до материкового грунта. И этот корабль не просто лег на борт, не просто затонул, а опрокинулся к верху килем и остался в таком положении. А уже оттуда извлечь кого-то было практически невозможно. В Италии вышла книга моего коллеги, итальянского журналиста Лука Рибустини. Он провел свое расследование в итальянских архивах. И написал книгу, прислал ее мне. Я ему прислал свои книги. Мы с ним переписываемся, обмениваемся информацией. И если бы не ковид, если бы не эта пандемия и сегодняшние санкции, мы давно бы с ним провели совместную пресс-конференцию. Совместную презентацию наших книг в Севастополе, как мы предполагали с самого начала. Полагаю, что это была очень интересная была бы презентация, встреча, беседа. Потому что это единственный человек, который в Италии занимается этой проблемой. Занимается довольно успешно. И несколько лет назад наше телевидение, наш главный канал показал итальянского бывшего диверсанта Уго Деспозита, которого нашел Лука Рибустини. Который публично в свои 90 лет заявил, что да, это работа моих товарищей. Я тут ни при чем. Я всего-навсего был радистом. Но это сделали итальянцы. Вот этот факт во многом ставит, если не точку, но уверенное многоточие во всей этой печальной грустной истории. Она продолжается, эта история. И ни одна из наших военно-морских трагедий пока что, слава богу, не может сравниться и по числу погибших, и по трагизму, по драматизму того, что произошло 29 октября 1955 года. Я думаю, что не только я работаю над этой темой, работали и работают другие исследователи. Поэтому будем ждать новых открытий, новых фактов. Николай Андреевич, вы заговорили о коллегах зарубежных. Как часто, на ваш взгляд, из-за рубежа взгляд становится несколько ангажированным? Сталкивались ли вы с тем, что те интерпретации событий, которые даются западными историками, не соответствуют, на ваш взгляд, действительности? Ну, безусловно, это, можно сказать, риторический вопрос, потому что большая часть западных историков рассматривает историю Второй мировой войны по своей утвержденной в Вашингтоне схеме. Вот то-то, то-то, то-то и то-то. Я сейчас не буду перечислять пункты этой схемы, но они довольно примитивны. Эта схема практически не оставляет места Советскому Союзу в разгроме фашистской Германии. Так, где-то на стороне что-то, в лучшем случае, не мешали доблестным англо-американским войскам громить фашистскую Германию. Да, это обидно, это несправедливо, это абсолютно чушь. Она востребована идеологической борьбой, она востребована информационной войной. И поэтому тиражируется, множится, и противостоять этому очень сложно. Вот, поэтому я и мои коллеги, которые пытаются этому противостоять, натиску от лжи, мы ощущаем себя, как бойцы 41-го года, где-нибудь под Брестом. Потому что круговая оборона, авиации над головой нет, и мы ведем огонь из того, что есть под рукой. К сожалению, нет у нас мощного противодействия на государственном уровне всем этим инсинуациям и домыслам. Самое яркое в этом плане произведение, которое, наверное, знают все, это книги Резуна Суворова по псевдониму. Он блестящий билетрист, прекрасно написаны книги, они увлекают, прекрасно подобраны факты, они удивляют. И в нашей стране, в России, в 90-е и даже нулевые годы огромными тиражами выходили его творения. И нашли единомышленников, нашли людей, у которых открылись рты. Ну, надо же, а мы об этом не знали. Оказывается, Гитлер начал войну превентивно, предварительно. Потому что, если бы он не начал, то через 2-3 дня ее начал бы Сталин, и советские войска бы обрушились. Вот в этом главная ложь не только этой книги, но и главная ложь Запада. Что эта война была начата превентивно. Вынужденно немцы напали на Советский Союз. Доказать это, это ошеломительное обвинение, с одной стороны, вроде бы сложно. Потому что, когда человек ошеломлен, он не анализирует факты, он просто пребывает под своим открытием, под своим ошеломлением. Ну, кто бы мог подумать, а ведь действительно, вот то-то, то-то, и это, и это. И вот снаряды уже выложили на грунт для того, чтобы начинать войну. У меня ушло несколько лет на то, чтобы понять, в чем ложь вот такого утверждения. И я в своих последних книгах об этом написал, вышли три книги. Это роман в трех книгах. «Брестские врата», «Бог не играет в кости». И вот только что вышел завершающий роман, в этом плане «Лес прострельных касок». Вот вольно или невольно я доказываю антитезу вот этого утверждения, что Красная Армия готовилась к началу войны, что она первая должна была нанести удар. И тут выясняется множество совершенно вещей, на которые никто не обращает внимания. Тот же, который минует, тот же Суворов никак не реагирует. Вот он пишет, артиллерия выложила снаряды на грунт. Их привезли эшелонами. И вот она готовится к началу мощной артодготовки. То есть, 24-25 июня 1941 года на территорию Германии, на территорию бывшей Польши должен был обрушиться мощный артиллерийский удар. Ну, выложили на грунт. Ну, конечно, на грунт выложили как? Обратно уже не заберешь, они же на грунте лежат. Вот так рассуждают люди. Поговорил с артиллеристами, да мы их всю жизнь храним на грунте. В артиллерийских складах снаряды на брезенте, выложенные под открытым небом и брезентом прикрытых. И эти ребята тоже выложили на брезенте. Не в грязь же они их бросили, эти снаряды. Выложили как положено, и если надо было, спокойно бы их обратно вернули в вагоны-эшелоны. А здесь никто этого не знает, и все говорят, о, на грунте выложил. Все, конечно же, обратного пути нет. Но даже не эта мелочь, но очень показательная мелочь, деталь. Если бы Советский Союз, если логически рассуждают, хотел напасть на Германию, он бы выбрал для этого не 24 июня, а чуть-чуть пораньше бы это сделал. Любой стратег, любой генеральный штаб в мае бы начал войну против Германии. Почему в мае? Да потому что Германия была завязана на войну в Греции. Там шли бои на Балканах. И в этом плане это самое выгодное, самое подходящее время для начала боевых действий. Потому что страна воюет, но этого не было сделано. Этого не было сделано. И вообще, по факту, по тому покачественному состоянию РКК 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 на июнь 41-го года никаких активных боевых действий она не смогла бы предпринять, поскольку была практически небоеспособна. Это другая причина, малоспособна. Есть такой документ, я его привожу в своих книгах. Это акт приема наркомата обороны от товарища Варшилова товарищем Тимошенко. Тимошенко вступал в командование РКК и провел свое расследование того, в каком состоянии ему достается Красная Армия. Что он принимает? Естественно, документ для служебного... Да, не просто для служебного, а засекреченный документ. Документ для троих фактически людей. Для Варшилова, для Тимошенко и для Сталина. Пришло время, его опубликовали. Читаешь, в ужас приходишь от того, в каком низком боевом состоянии были наши войска в июне. Не было боевого слаживания, не было боевого взаимодействия. Менялась техника только что. Менялся личный состав, необученный. Очень много из Средней Азии было призвано бойцов, которые русский язык не знали. Многое, многое, многое из того, что... Ну, просто даже мысли не допускало, что вот такая армия, такая орда, вооруженная, может быть, и хорошей техникой, но не умеющая ею толком пользоваться, могла достичь каких-то успехов. И, конечно же, это самая главная ложь о том, что война превентивная со стороны Германии, что они очень опасались нашей армии. Не опасались. Именно поэтому и начали, что не опасались. Потому, что разведка докладывала истинное положение наших дивизий, корпусов и армии на границе. Другое дело, если бы, как надеялся Сталин и все наше главное командование, протянуть бы еще несколько месяцев, но я уже не говорю, там, в идеале это 42-й год, хотя бы полгода бы еще, чтобы завершить перевооружение Красной Армии на новую, ту же бронетанковую технику, уже было бы намного легче, уже было бы по-другому совсем. Потому, что именно в июне 41-го года, когда многие танки новейшие КВ и Т-34 двигались в сторону границы, они так и остались на платформах, их не успели даже сгрузить. И немцы их захватывали прямо на железных дорогах. Но хотя бы день, два позже, хотя бы 24-го, уже бы эти танки были в строю и так далее. Вот множество причин набегает, и в конце концов они создают общую картину. В этой связи возникает вопрос, а как, собственно, противостоять тому, о чем вы рассказываете? Что на Западе, возможно, какие-то недобросовестные исследования, наверное, и в России есть такие примеры. Вы что-то планируете в перспективе писать, посвященное Великой Отечественной войне? И этим малоизвестно, может быть, страницам ее истории. Ну, один в поле не воин, говорят, хотя иногда и воин. Я полагаю, что для того, чтобы противостоять вот этой массовой злонамеренной лжи на Западе, нужно создавать свое народное ополчение. И оно создается. И вот только что в руках у меня, жалко, я ее не принес, вышла книга, я к ней причастен. Я делал просто литературную запись ветерана Великой Отечественной войны, полковника Пудова. Человека, который в 19 лет принял батарею гаубичную и прошел с ней до самого Берлина. Дожил почти до 100 лет. Вот умер только в прошлом году. Потрясающий рассказчик, а главное, аналитик и мыслитель. Потому что он не просто рассказывал, где, что, чего, как они стреляли, а пытался объяснить, почему, для чего и так далее. Пудов Николай Петрович. Книга называется «Лейтенанты бога войны». Очень увесистый такой том с уникальными фотографиями. Книга написана по инициативе, с помощью, финансовой помощи его внука. И я считаю, что это очень достойное вот такое сочетание содружества, скажем так, внуков и дедов. Вот если бы все внуки, правнуки вот так же бережно заинтересованно относились к военному прошлому своих дедов, а не просто как мантру повторяли «Спасибо деду за победу». Нет, это нужно доказывать, объяснять, рассказывать, как дед добывал эту победу. Это одна из немногих книг, которая вышла сейчас. Сейчас, я думаю, что книги эти стали выходить и будут выходить. Сейчас огромный интерес у людей возник к прошлому, к ближнему прошлому, к прошлому о войне. Его разбудоражили, активировали и просто разозлили вот эти вот инсинуации, вот эта ложь, которая валом катится с Запада. Поэтому я надеюсь, что с помощью вот такого народного ополчения нашей истории мы выстоим и победим. Спасибо огромное за этот разговор. Мы продолжим нашу беседу в следующей программе. И пусть весь мир ликует и поет Разбуженный пасхальным перезвоном И слезы вдруг, как ручейки по склону И тает в сердце многолетний лед Так пусть весь мир ликует и поет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok